Вячеслав Субботин 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 Вот одна из них распространенная достаточно – это штиль. Другая – это сорокин инструмент. Третья – это лаворт. Четвертая – это дефорт. И пятая – это беркут. Очень простенькая, она не мойка высокого давления, но тем не менее, ей тоже можно помыть автомобиль. Стоят они все достаточно дорого. Вот эта стоит 8, это 5,5, эти обуви около 7, а эта стоит тоже около 5000 рублей. Какую из них выбрать? Мы протестировали и посмотрели, что самые лучшие, на наш взгляд, это оказался штиль и сорокин инструмент, потому что у них очень хорошие насосы, все железное, никогда не развалится или не развалится скоро, быстро. Вот здесь немножко попроще. Здесь и давление поменьше, поэтому мыть гораздо хуже. Но здесь, вот скажем, есть еще и пылесос. Ну, а эта штука, ну, достаточно простенькая, давление она не создает, тем не менее, мыть, в общем-то, можно. Но мы выбираем вот этот аппарат и им будем мыть автомобиль. Начинаем с арки колеса, со всех четырех. Стекла надо обязательно закрыть и проверить, как они закрыты. Вот эта насадка создает струю типа фреза. Она очень удобна для того, чтобы смывать застоявшуюся грязь и очень удобно работать в закрытых узкостях, таких как арка колес. Плоской струей – это большие поверхности. Мыть автомобиль нужно по касательной, так, чтобы создавалось и большое давление, и грязь смывалась вдоль автомобиля. Ни одна мойка высокого давления не может смыть вот этот тонкий-тонкий слой грязи, который прилип к краске. И его можно смыть только с помощью специальных моющих составов. Вот для этого существует третья насадка, которая распыляет этот моющий состав – пену. После того, как нанесли на машину моющий состав, нужно дать ей немножко постоять, чтобы пена начала работать. И после этого можно губкой смывать вот этот устоявшийся слой грязи. Очень аккуратно нужно мыть радиатор, точнее, решетку радиатора. Чтобы показать, как можно повредить радиатор достаточно легко, мы проведем эксперимент. Вот мы сейчас возьмем откруживший свое и покажем, как струей можно помять очень легко соты. Давление высоко, а соты очень нежные, алюминиевые. Вращаться с ними нужно аккуратно, а неумелые мощники поступают вот так. И струя мощная, может их просто перерубить. И вот тогда радиатор придется выбрасывать. Очень аккуратно к этому относимся. Если автомобиль находится на солнце, нужно его очень быстро вытереть. Иначе капли воды, которые образуются на кузове, из них получается линза. Через линзу выгорает краска. Это не очень хорошо. Поэтому мы специальной тряпочкой, называемой искусственной замшей, вытираем этот автомобиль. А я по-прежнему считаю, что главная проблема нас, автомобилистов, которые ездят на колесной технике, а не на гусичной, это всевозможные проколы неприятностей с колесами. Вячеслав, а еще бескамерные шины имеют такое свойство собирать гвозди по обочинам дорог. И такие колеса часто спускают. Вот как его быстро отремонтировать без ущерба и доехать все-таки до места ремонта или до дачи, расскажет? Да-да-да, я. Идея очень проста. Надо все гвозди заменить на саморезы, и будет плохо. Разбортируешься колесо в дороге, это огромная неприятность. Но прежде чем расстраиваться, нужно поднять машину, провести осмотр и попробовать его накачать. Возможно, не все так страшно. Проколы у нас, скорее всего, где-то посередине, поэтому колесо выворачиваем, и теперь можно его, собственно, осматривать. А, ну вот он наш и гвоздь, собственно. Судя по всему, из-за него у нас и проблемы. На этом гвозде мы доехать не сможем. И вот здесь пригодится совет бывалого. Для этого понадобится отвертка и саморез. Берем саморез и вгоняем его четко в эту дырку. Осталось проверить, как эта штука работает. Для этого нам понадобится капрессор, который мы, естественно, запитываем от аккумулятора. Здесь у нас вот такой серьезный джиперский агрегат, который, естественно, запитывается от аккумулятора. Нужно присоединить, собственно, провод, и он готов к работе. Еще один важный момент. Как вы заметили, колесо у нас разбортировалось, поэтому для того, чтобы оно у нас быстро накачалось, понадобится очень большое давление. Поэтому полностью выкручиваем золотник из колеса. Задача номер один не накачать, а чтобы оно село на диск. Вот этот хлопок означает о том, что колесо село. Еще чуть-чуть. Теперь можно продолжить движение до ближайшего шиномонтажа. Павел, мне чрезвычайно приятно, что совет обывалок теперь присылает не только в журнал «За рулем», но еще и в передачу. Мы решили отметить, что с Вячеславом первого человека, который написал к нам, это Наиль Гараев. И Наиль получает вот такую вот майку телеканала «Автоплюс». Теперь она ваша. А в чем, собственно, был совет Наиля? Он предлагал использовать пружинку для того, чтобы избавиться от вибраций рычага переключений передач. Расскажешь? Конечно. Спасибо Наилю Гараеву за то, что он прислал неплохой совет бывалого. Он рекомендует в износившейся кулисе, чтобы не дрожал рычаг переключений передач и не издавал неприятных звуков в салоне, подтянуть его вот такой вот пружинкой. Древнее автомобиля, чем этот не найти. Вот у него рычаг переключений передач трясется и вибрирует. Чтобы избавиться от этой вибрации, можно внизу, в кулисе, подтянуть рычаг вот этой пружинкой. Только делать это надо, как советует Наиль, очень-очень аккуратно. Иначе может произойти самопроизвольное выключение передач. Друзья, мы провели сегодня роскошный день. Мы помыли автомобиль, мы почистили салон так, как хотели. Мы заделали дырку в колесе. Моя теща получила на даче огромную бочку, с которой она теперь сможет поливать теплицу. И мы ждем по-прежнему ваших советов бывалых. Чтобы проверить, воплотить их и показать, как они работают на самом деле. Пишите, звоните. Это была программа «Советы бывалых». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин